Здравствуйте, представьте пожалуйста. Здравствуйте, я Сария Шагитовна Удайгулова. Расскажите пожалуйста, со скольки лет вы вяжете? Я вяжу в шести лет. В шести лет? В шести лет. Еще в школу не ходила. А кто научила вас? С девчонками. А девчонок научилась. Девчонки? Да. Не маму, да? Не бабушка? Нет, маме некогда было. Мама у нас в пухарте работала. А то есть мама вязала, научить некогда было? Вязала, ей некогда было. Она говорила, хотите сами учитесь, я вас учить не буду. Как так? Ну так. Она же у нас работала в пухарте. Мы вообще пухарте семья. Даже в школу не ходили. Иногда бывало, что мы вязали. Целый ночь сидим вяжем. Вот это оренбургские пуховые платки как раз это мы. То есть вы школу прогуливали ради платкова, да? Да, было. Серьезно? Серьезно, вот клировость. А в каком классе? Старше жили? Я в Васильевку, мы в татарском церкви тоже ездила, а в Васильевку мы ходили пешком, не пешком, на автобусы забирали утром. А после обеда домой пешком приходили иногда. Иногда идти на тракторе. Где, как, на попутки приезжали. Вечерами вяжь, утром-то вставать неохота. Вечером-то допоздна план выполняли. Мама у нас ударница была, ударник этой. Первое место занималась все время. В общем, Вы большие помощницы были в ее плане, да? Да. Мама прияла, а мы вязали. Мы уже в первом классе, уже во втором классе уже хорошо вязали. Серьезно? Да, хорошо вязали. То есть 7-8 лет Вы уже были? 7-8 лет, мы же 10 лет уже все, маме план выполняли. То есть Вы вязали пухопроизводство для мамы в 10 лет на уровне вязальщиц, которые были уже матерые? Да. Каемки, каемки вязали. Мама придет, мы сучим. И раньше же не было вот этот, чтобы пух чесали, а сами пух выбирали. Через гребень все, да? Да, и через этот, кто это, что делает? Брат, например, чешет, мы выбираем, вся команда вот так работает. Брат тоже подключали, да? А брат вязал, нет? Он умеет, но он платки не вязал, он пух калиберал, да? Сейчас вяжет, он перчатки вяжет, носки вяжет, сучит. Где-то 16 лет мне было, я первый раз спряла на середку. Мама уехала в гости, а план-то горит. Вот в татарском циркотаже бабушка вяжется, как ее, Абдулгазизм, Усиханапай. Она бригадиром была, она меня хорошо знает, что я это самая. Она пришла, говорит, где мама с Бугурслану ехала в гости. А я говорю, ну где, вот нету. Она говорит, а план-то горит. А я взяла и спряла на середку. Приношу, она мне говорит, а кто спряла? Я, говорю. Она говорит, ты что наделала? Маме сейчас брак сделаешь. Ну ничего, говорю, все, получился, то и получился. А потом приносит такой ровный-ровный получился в середке. Она говорит, ой, вторая мама. От нее комплимент получить, наверное, было здорово. Все, жизнь вяжем, сейчас что тебе делать? Ну я и работаю, и вяжу. Ну у нас все в деревне вязали, все девчонки старше меня на один год, они уже вяжут, а мне охота. Я спицей плачу, дай маме, я пойду с ними. Плакали, да? Да. Ну я тоже не хочу оставать от всех. Это же хорошее дело. Я вон снахи своей говорю, учись. Когда, говорю, денег нету, вышел, продала, вот тебе и кусок хлеба. Правильно же? Ну конечно. Как это так без этого? Да и вообще жалко, если все уйдет. Нет, нет, это хорошо, что вы открыли, молодцы прям, молодцы. Мы довольны, потому что на базаре стоишь, стоишь, продашь, не продашь, стоишь, денег нету, приходишь, а тут знаешь, уже деньги есть, давай быстрее вяжешь, и бегом идешь, Марина нам денежки дает, и нам хорошо, и вам хорошо. Да ну лишь бы передавалось дальше. Вы уночку учите, нет? Внучек нету, внуки. Внук так, с внуками. Сестра у меня средняя, этот самый, ну у меня старшая сестра тоже вяжет, а она тоже у вас была там, это, я пошла впервые, я говорю, пошли, говорю, этот самый, ну она после операции глаза это самое сделал. Она мне говорит, ой, спасибо тебе, что ты меня оттуда повела, а сейчас мне спасибо, говорит, как, говорит, пойду, сдам, деньги получу, тебе спасибо, говорю. Это тоже хорошо же мне. Конечно. Мы уже, этот, привыкли, видите, без работы никак нельзя, я вот сейчас в магазине работаю сама еще, продавцом, вот сейчас в пятницу, в воскресенье я там буду, этот, как, дежурить, работать, а никого нету, так я сижу, подключаю телефон, фильм, вязание, и давай, никого нету, люди заходят, я почему-то положу, стою, и давай этот продавать, и все, вот. Когда работы не бывает, на субботу, я вперед маленькая говорю, у меня работы не бывает, что я буду делать в магазине, ну нету, мы привыкли, привыкли, и вечерами тоже я вязать работу не могу, обязательно надо вязать. Все забывается, сидишь, да, успокаивает. Вы, получается, всю жизнь вяжете, да? И когда работали, и в Советском Союзе работали, все время вязали? Мне муж ругал, говорит, я в Нижневарске жила, я отсюда пух везу туда, и там мне заказы делают, я вяжу им, продаю, а он мне говорит, когда ты перестанешь вязать, как мне надоело твой пух, он на меня так, а я ему говорю, тебе какая разница, говорю, ну вот мне удовольствие, и это нормально, и деньги у меня, говорю, получается, охота, говорю, а когда люди покупают, еще азарт. Вот, а потом он мне говорит, все, пух кончился, я не вязала, говорю, года три, наверное, а он мне говорит, вообще лентяйка стала, говорю, ты что лежишь, я говорю, ты сам сказал, лежи, я говорю, вот и лежу, вот такие дела. Не смогли без вязания все равно? Не смогла, нет, нет. Все равно вот приезжаешь, пух набираешь, везешь с собой, и там вяжешь, вот так было. Все говорят, что мы вяжем, нам хорошо, это, ну, без этого жить не можем. Вот, вот мы к этому приучились, видимо, вот с детства же вяжем, вот когда телевизор сидим, смотрим, вяжем, вот куда-нибудь идти, мне надо вязать, мне надо это делать, мне надо это делать. Вот сядешь без вязания, вот Марина говорит, нету работы, если вот скажет, мне у меня апатия, я говорю, Марина, ты мне на выходной, пожалуйста, не оставь. Она говорит, ладно, ладно, потом звонит, приезжай, привезли, пряжу привезли, вот сразу сюда, 8, бегом аж летаешь, я на велосипеде езжу, я прям бегом. А у нас в деревне до 12 часов был свет, горел, и в 12 часов выключают, лампы включаем, это лампы уже готовят с керосинами, семечки, бабушки, и мы с ними сидим вяжем. А зачем нам интернат? Нам дом будет интересно. А как это происходило? Потому что сейчас, я так понимаю, ну, мало кто же так кучками собирается, вяжет, посиденьки устраивает. У вас это прям постоянно было, получается, почти каждый день? Да, да. Вот у кого, например, у нас с папой же нет, ну, не было папы с нами, папа не жил, у нас постоянно приходили женщины, потому что без мужчины, дом, вот, мама там самовар поставит, чай пьют, так интересно прям все, это сами вяжут. Девишники у вас очень постоянно были. Этот самый, он не было, вот, чтобы раньше, вот сейчас девичники-то, молодежь, все делают, пиво пьют, а там чай, все рукам, татарский чай, очень вкусный. Ну, вы еще там трудились постоянно. Конечно. Вы же, наверное, не просто языком чесали. Нет, все вяжут, вяжут, это чай, по этому уже посидят, потом чай попьют, а потом еще сидят, свет отключают, никто не к тому не торопится. Лампу включаем, и прилампываем. Под керосинкой, да? Да, с керосинкой. До двух, до трех часов ночи. А как же потом школу? Вот иногда бывало, что сидишь, вот так встаешь, спать охотой. Мам, можно я не пойду? Да, и лажись, дочка. Мама у нас такая, этот, добрая была. А как вы, получается, раньше, когда сидели с вязательствами, со взрослыми, у вас взаимоотношения, как они к вам вносились? Просто интересно было. Ну, вы как с равными с ними сидели, когда вязали? Так-то понятно, что они старшие, но вот именно по работе. Как все это происходило? Вы видите, раньше же у нас было так-то, вот этот, ну, с доски сделано, вот такая большая, там все женщины сидят, вяжут. Ну, а они, еще, знаете, соревновались вот так, сейчас я покажу. Вот ее, этот пряжа, и моя пряжа. И мы вот так делаем вдвоем, вот этот. И давай, и с девчатами тоже вот так. Вот так стоит, столько вот намотаем, кто быстрее вяжет. Торопимся вяжем, кто вперед, кто вперед. А так быстро кайма вяжется. Вот это самое. Вот эти женщины сидят там, они, этот, а мы с этой стороны, у нас диванчик, а мы на диване. Вот сестра, я, ну, они с детьми не приходили, это мы дома, кто есть, и вот мы вяжали там. Ну, они разговаривают, интересно, прошлые всякие разговаривают, говорят про своих дедов, про своих, а нам-то интересно же вяжем. Ну, Женя, конечно, взрослая. Вы, в общем, в сторонке сидели всегда, я слышала. В сторонке, да, связали, и у нас тоже около нас лампа стоит, они с этой стороны сидят вяжем. Интересно было, раньше вообще хорошо было. Вот нету работы, вот, например, меня уволили, например, нету работы. Я даже не боюсь, что я без работы останусь. Я пенсию получаю, работаю, еще вяжу. Вот, все равно, это урок. Вот как объяснить молодежи? Не знаю. Охота, конечно, чтобы все стремились к этому вязанию. Ну, вяжут, я смотрю, на базаре и молодые есть. Бывают, да? Продают, да, стоят, продают. Ну, в деревне, наверное, вяжут наши. Я в Татарском сороктаже давно не была. Ну, просто раньше же, я так понимаю, в каждом доме все подружки, а сейчас это скорее единицы, получается. Мы вот, у нас вот такой небольшой этот был, как улица, вот по этой улице все прямо, это сами девчонки у нас, так сейчас скажу, в этом доме очень много было девочек, это самое, они вот двое, отсюда третье, четвертое, пятое, где-то семь, восемь человек собираемся, и вот все вместе девчата, уси меня, они, ой, вот так, вот так сделают. Раз, два, уже и пошла, быстро научилась здесь вот так, это самое. Это стремление надо. Человек, когда стремится, все может делать, правда? Ну, какое-то общество вокруг необходимо, скорее всего. Вы же, если бы подружки не вязали, вряд ли тоже, наверное, поршли. Может быть, я тоже бы не вязала, но мама-то вязала, научились вязать, иногда даже охота купаться туда-сюда, но мама разрешила купаться, а я любила воду купаться. Она, мы прямо, речки прямо, два метра нету, там, сакмара у нас, хорошая была сакмара, а сейчас уже там сакмара не стала уже, прости. Купались, выходим, сядем около, у нас вот одежда, и у нас вязание тут лежит. Вместе с собой вязание таскали, даже на речку. Да, да, хоть в лес идем, вязание у нас постоянно было, потому что мама сказала, вот сегодня вот этот связать надо кайму, завтра мне надо этот, ну как подвезти. Я же говорю, я свое свяжу, еще сестре помогаю, и свое отдаю, это свяжу. Люди уже, этот, корова домой идет, этот, все идут, а я свяжу, вяжу, не вяжу домой. Мама говорит, опять, наверное, сырья там сидит, вяжет вместо нее. Я приношу, она говорит, дочка, почему ты вместо нее вяжешь? Она же научится, она не хочет вязать, вот. А сейчас хорошо вяжет, сестра тоже, сейчас все нормально. Я же говорю, шести лет никто меня не заставлял вязать, например. Мама не меня заставляет, говорит, иди гуляй, мол, это самое, не мешай мне. Она же сама щешет через это вот, этот, сидит, и этот, как его. А потом уже она мне говорит, это, говорит, иди не мешай, у меня план горит у нее, план горит. Она вот вязала такие платки, середку связала, вот этот самый, Ленин, голову Ленина, потом Кремль, там вот этот, как оно называется, мир, труд, май, вот это самое. А нет, Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить, вот, она вот эти связала. Не к столетию Ленина случайно? Не знаю, когда это она, в каком году, мама у нас рано, конечно, умерла, а этот самый, она вот этот такой платок связала, она всегда первое место занимала, у нее медали, вот эти все было. Мы два платка в музее видели, с Лениным и с Кремлем. Вот, Ленин жив, там Ленин будет жить, вот это написано, вот ее руками. Ленин жив и образ Ленина. Ага, образ Ленина, и вот она отправляла ее, потом, ну, в деревне же в Тапске же все время заходили же, в этих, не могла она в туфлях ходить, то это самое. В Оренбург ее вызвали на эту, как она называется, ну... Награждение? На награждение, на это, там, говорит, стол приготовили. Не знаю, может быть, какой-то поляна была или что-то было такое, говорит, такая трава, говорит, мягкая, дочка, говорит, ну, она приехала, она, причем по-русски даже не знала. Ну, я тоже вот плохо говорю, ну и пойдет. А это самое, она говорит, трава такая мягкая, говорит, а я в каблуках не могу ходить, говорит. Они, говорит, награждай самого Лютова Гульбану, а это самое, Сибгатовна, вот так, так, и такая музыка, говорит. Я, говорит, идти, у меня ноги тут не ходят. Я сняла, говорит, оставила туфлю, можно я пойду так? Они, говорит, можно, да. И она, говорит, я сняла ее, пошла, говорит, взяла, вот, приехала оттуда, ей всегда вот путевки давали. Мы семья с пухартель, короче, с пухартельскими зарплатами жили и вот выросли на них. А вы сами, получается, тоже пухартель вязали, успели повязать на производстве? Да, я в декрет ушла первым ребенком, в этом, только в Саракташе было это, на этом, в Саракташе это было уже это, здесь я в Саракташе. Я сама жила в Оренбурге, а почему-то сюда, в Саракташе уже работала, и в декрет отсюда ушла я с первым стеном. Я приезжала, брала работу, там вяжу, привожу. Раньше же автобусы каждый, этот, рубль, чем-то, что ли, там, сколько-то копейки стоили, это самое, вот, мы и этот, самое. То сейчас в Советском Союзе было проще добраться до Саракташе, чем сейчас, да? Да, там в любом этим путем, и электричка, и каждый час, и этот сам, а сейчас и дорого поехать-то. Но сейчас вообще всю жизнь какая-то другая стала. Раньше, короче, намного легче было, хоть и рубль, там, хоть получали 3 рубля, раньше же очень мало получали, хоть и так получали мало, но все равно хорошо было. Жили лучше, намного. А сейчас что-то не то. А может быть то, я не понимаю в жизни. Может быть я не понимаю. Только время рассудят. Ну да. А помните, как первый платок сделали, связали полностью? Я полностью, конечно, я не могу сказать, когда маленькая была, по труду нам сказали платок. В школе, да? В школе. Ну вот так связала, принесла платочек маленький, первый раз, вот такой маленький. связал, потом, ну лет сколько мне было уже, лет 15 может было, я уже сама привязывала, сама все это делала. Ну, конечно, с участием мамы, конечно, а когда вот было мне 16 где-то лет, я вот первый раз в середку. Мама даже обрадовалась, я же рассказывала уже, что я это самое. Ну тогда уже, наверное, начались мои платки, вот, сама уже самостоятельно начала делать. Мама говорит, вот, прячь умеешь уже, этот умеешь, все умеешь, давай сама все делай. Ну, приходилось самой делать. А как первый платок продали, помните? Я не продавала. Вообще, всегда на пух производства, да? Я продавала, когда беременная была, я паутинку научилась. Мне мама паутинки, когда она на пенсию ушла, она паутинки начала вязать на базар. А быстро же, свяжут, продают, свяжут, продают. Там 25 рублей, что ли, были тогда паутинки, ну, бывало 20 рублей. Вот так, она меня научила, я с паутинки, вот, в первые времена я паутинки вязала. А если я уже умела платок вязать, этот, не продавала, я в пухартицу вязала, а паутинки не умела. Но у вас там уже не детский восторг был, вы уже, все-таки, если беременна, уже... Да, я уже тогда паутинку мама меня научила. Дочка, вот, чего вы пухартили уже, это самое, сидишь, тебе с ребенком ездить с Оренбурга тяжело, это, давай, говорит, этот, паутинку я научила. Вот я, мама, мне паутинку научила, натягивает, как, как повелить вот это все дома. А я в Оренбурге не умею продавать. Первый раз маме, говорю, поехали вместе со мной. Она пошла со мной, а я вообще не умела тогда продавать. А я всегда свяжу, или сюда приезжаю, в Саракташ, я на меня продажу, или она туда приедет, в Оренбурге мы продадим, продадим. Ну, я рада, так, 20 рублей, 25 рублей. Нет, ну, тоже ведь наука. Ну, конечно, дороже зарплаты инженера, 120-140 рублей было. Да, всегда муж говорил мне, ой, видишь, как хорошо, когда жена зарабатывает денежки. Хоть и беременная была, с пузой ходила, продавала. Все-таки вязание для вас это любимое дело, да? Любимое дело. То есть лучше ничего у вас не было в жизни, я имею в виду, в плане работы, или все-таки что-то было интересное, как вы думаете? Ну, сейчас вот без вязания не могу, не могу, нет, не могу. Просто для меня это так странно каждый раз. Человек постоянно трудится, постоянно работает, и говорит, что это прям самое замечательное. А труд ведь очень кропотливый. Ну, мы привыкли. Привыкли, да? Да, привыкли. Вот поэтому и сестра не может у меня. У нее уже кончается быстрее до выходных. Нам без работы нельзя. Что есть, что мне. Вот, видите, как, она тоже такая же, бегом, бегом. Если даже, когда первый раз она пошла, чтобы она работала, я Маринка говорю, пусть мне не будет, ну, сестра дайте, а то она заболеет. Марина, кстати, рассказывала про это. Да, я говорила, пусть даже мне не будет этот, говорю, работать. Говорю, ну, сестре отдайте, говорю, работать, потому что она не может. Я подожду, я уступлю, она старше меня. Вот, и все вот так вот. Мы с ней это самое. Расскажите еще, пожалуйста, у всех спрашиваю про пух. Ну, раньше же в пухартеле был только местный пух, использовали. Да, да. А когда произошел этот переход на Волгоградский? На Волгоградский, на Ангорку? На Ангорку в Волгоградский пухартеле я не вязала такими. Ну, то только в местных жевал. Только вот это местное только было. А вот как пухартеле не стало, пух начали продавать. Раньше же вроде бы и пух не продавали, я не помню. Или я не вникла, потому что я на базар не ходила же, мы вообще на базар не ходили. Мама у нас на базар никогда не вязала. Вот. А мы все время пухартеле вязали, и поэтому у них пух местный все время за это самое было. А она этот, на базар. А когда вот я приезжала с Нижневарцевска, хотела пух купить, они все длинные, какие-то другие. Ну, да. А я когда приехала, местный купила, получилось, я привезла, продавала, а женщина идет, несет вот этот пух с местного этого. Я говорю, котюнку что ли она несет? Я это самое, вахтером сидела там в Нижневарске, я на двух, на трех работах работала там, крутилась, короче. А я за ней, выхожу на вахту и сижу, вяжу вечером. Они мне, о-о-о, ты что вяжешь? Я и эти кофты иногда вязала, и этот, а они, ой, мне свежий платок, свежий мне платок. Ну вот, заказал, заказан. У меня уже этот, давай, давай. А что мне сидеть-то? Конечно. Вот, а потом вяжу, а потом продаю его им же. А потом забыла, что он на этот платок. Она что-то платок свернула, вот так не идет. Я говорю, что за котенок у тебя, говорю. А она издалека, она говорит, это же мне платок. Так она мне говорит, это же мой платок, который здесь вязала. Я говорю, да ладно, говорю, покажи, такой мягкий, такой пушистый, красивый прям платок. Она же еще, говорят, какой-то лечебный. Ну, сухое тепло, да, помогает. А Болгоградская пуха, она что? Она нехорошая там, это самое. Ну, как раз-то получается, он холоднее же еще, наверное, да, пух? Да. Она, ну, видно, что она... И тяжелее, по-моему, насколько это. Очень тяжелые платки, тяжелые платки. У нас и платки-то они вот такие, пушинькие. Воздушные. У вас очень пух хороший, вот, которыми вязан, очень пух хороший. Ну, знаете, мы сколько назад приучали к местному пуху, чтобы вязальщица обратно в лоно возвращались. Молодцы, очень молодцы. Мы благодарны вам, что вы нам работу даете. Мы вам благодарны, что вяжете. Мы без работы не сидим, вот самое главное. Как вы думаете, все-таки молодежь не вяжет, что дальше с промыслом будет? Будет какое-то развитие, сохранится он, не сохранится? Должно сохраниться, вы же цех открываете. Ну, мы же работаем с кем? Мы же работаем со старшим поколением, молодежи очень мало. А может, вот, надо сделать, чтобы как-то учить их, как-то вот, чтобы открыть для учения для них, чтобы они дальше, вот, чтобы у них было. Ну, я думаю, тоже стараются люди, например. Мне тоже молодежь, но я на базаре вижу, многие вяжут молодежь. В общем, есть надежда, на ваш взгляд, да? Мне надежда вроде бы есть. Ну, конечно, со временем, может, когда-то, не знаю, а может, наоборот, будет, не знаю, не могу сказать. Будем надеяться, в общем. Очень даже, да. Надо учить молодежь, учить надо. Сырья, ну, спасибо вам огромное. Очень интересно было. Ну, спасибо. Вяжите, дай Бог вам здоровья.